Всем привет! С вами Рагульн Александр и это урок номер 4 из курса молодого холодильщика. И сегодня мы будем разговаривать о устройствах контроля и регулировки температуры в холодильнике. Поехали! Все бытовые холодильники работают по принципу «поработал – отдохни». То есть все они работают в какой-то отрезок, в какой-то отрезок отдыхают. У каждой модели этот отрезок работы либо отдых может отличаться. Также он зависит от количества, сколько раз вы открываете и закрываете дверь. Также он зависит от загруженности холодильника, от того, как долго он стоял отключенным и так далее. Но я своим клиентам рекомендую принцип «полчаса на полчаса плюс-минус 10 минут». То есть полчаса работает, полчаса отдыхает плюс-минус 10 минут. То есть если он работает в таком режиме, скорее всего он исправен. То есть допускается какая-то погрешность. Но если ваш холодильник работает, допустим, час работает, потом 5 минут отдыхает, либо наоборот как-то что-то такое, то есть большой разброс, скорее всего не исправен. Надо разбираться почему. Для регулировки работы компрессора применяют различные системы. Они могут быть как аналоговые, условно говоря более старые, о которых мы поговорим чуть позже, и цифровые. В цифровых устройствах контроля температуры основной контроль осуществляется за счет НТС-датчика. НТС-датчик – это терморезистор, то есть резистор, который меняет свое сопротивление в зависимости от температуры. И НТС меняет как раз-таки свое сопротивление с максимального, когда температура отрицательная. И с ростом температуры его сопротивление падает. И падает не просто по прямой, а падает в виде параболы. То есть если мы нарисуем график, то увидим, что как раз-таки изменение вот этого сопротивления, оно имеет форму параболы. То есть и на нужном нам отрезке, в том промежутке, в котором происходит как раз-таки регулировка температуры, вот на этом отрезке у нас как раз максимальный перепад вот этого сопротивления. То есть максимальное получается четкое отслеживание. То есть вот именно эти приборы позволяют передавать сигнал на модуль управления, который уже отвечает за запуск или остановку компрессора. НТС-резисторы, в отличие от позиторов, про которые мы разговаривали в прошлом уроке, нагревали его, и у него как раз сопротивление увеличивалось. То в НТС как раз-таки наоборот, оно уменьшается. Также до сих пор во многих холодильниках применяется принцип, аналоговый принцип, назовем его так, условно. И этот принцип основывается на применении термостата. Термостат это устройство, которое регулирует работу нашего компрессора в холодильнике за счет того, что отслеживает изменение температуры в холодильном отделении, либо в морозилке. Итак, вот он как раз припаян. Здесь прямо видно, что сначала припаян, потом на сынк, скорее всего, отдали. Так, давайте вот эту вскроем. Очень удобно, кстати, вот такая отвертка, да, с таким вот набором бит. Чем удобно? То, что, во-первых, можно отсюда крутить, если у тебя есть вот такая вот маленькая крещеточка, вот такая вот, ты вставил, и здесь она у тебя работает. Еще можно вот такой вот удлинитель вставить и аж вообще вот так вот удлинить, да. То есть вот такое. О инструментах мы обязательно поговорим в следующем уроке. Давайте строим наш термостат. Здесь вот такая защёлочка, которую любят все производители. Вкорячивать. Отслеживание этих изменений происходит за счет увеличения, сжатия, либо расширения газа, который находится внутри. И вот за счет как раз-таки изменения вот этого газа и происходит либо сжатие основной колбы, да, либо расширение. И, соответственно, контакты у нас либо замыкаются, либо размыкаются. Видно как раз-таки язычок вот этот вот, ходит он. И прямо так я скажу здоровское усилие. Так, вот еще раз покажу капилляр, который давит, да, то есть вот эта камера, которая давит на наш холодильник. Давайте его вскроем. Я сейчас поднесу микрофон, послушаем. По идее, должно шикнуть. Оп, да, и вот эта камера стала свободненько ходить. То есть до этого я ее не мог продавить, а тут она вот, пожалуйста, то есть она играет спокойно. Крепится термостат в определенном месте. Нельзя просто так взять и прикрепить или сделать, чтобы он болтался. Скорее всего он не будет просто работать. Здесь рассчитано прямо до миллиметра, до микроскопических параметров. То есть если термостат был закреплен в этом месте, крепить его нужно именно в это место, не куда-то в другое место. Если у вас стоял термостат, там, К-59, к примеру, да, там, неважно, да, какой, ставить нужно точно такой же термостат. Можно применять термостаты аналоги. Смотрите таблицу в приложении. Но применять, заменять просто так наобум термостаты ни в коем случае нельзя. Итак, почему три контакта мы имеем на колодке? Все очень просто. Если сделать два контакта, то есть совместили в одном устройстве, совместили устройство полного выключения, да, и устройство контроля температуры. То есть в холодильнике помимо компрессора, да, есть еще и освещение. Для того, чтобы, когда компрессор отключен, освещение работало, да, есть таки третий контакт. Но если вывернуть ручку в положение ноль, то свет у нас тоже погаснет. То есть мы куда-то уезжаем на дачу, еще куда-то, вывернули в положение ноль, у нас не запустится и компрессор, у нас и не горит свет, когда мы открываем и закрываем. Один из самых ходовых термостатов, это фирма Ранка. Выглядит он вот так. У него как раз-таки капилляр имеет длину 2,5 метра. И на кончике этот капилляр освобожден от нашего изолятора, да, как раз-таки для крепления, для наилучшего контакта с точкой в холодильнике, да, куда он крепится, чтобы лучше отслеживать все изменения в температуре. То есть не нужно что-то сюда подматывать, не нужно крепить там, где захочется, да. То есть если было вот так, на колечко намотано, и вот так вот прикручено на саморезе, да, то есть точно так же надо и прикрутить, точно так же надо и повесить. Как было, так должно остаться после тебя. Давайте узнаем, там посмотрим. Так, 3. То есть вот они все звонятся, то есть все между собой все звонится, все, он хороший. Теперь на этом. Эти звонятся, а вот 6-4, наверное, не звонится. Ага. Оп, она сработала. Причем усилие такое, прямо, ну, надо прикладывать такое. Существенное. Оно еще, видите, вот видно язычок, который ходит. По идее термостат, это лишь включатель, который включает компрессор, либо выключает компрессор. Как правило, к нему подходит один провод сразу от сети 220, разрывается вот этим выключателем, и идет сразу к компрессору. Второй провод от 220 идет сразу к компрессору. Более подробные схемы вы можете посмотреть в нашем курсе на сайте. Постарались все собрать в единую кучку. Надеюсь, это будет материал вам полезным. Мастер звонит и говорит, Саня, ты не помнишь, вот коричневый провод, он на 3 или на 6 одевается? Ребята, купите себе мультиметр. Мастер, начните хоть малейшее представление о схемах, то, как, где, откуда 220 берется, куда оно идет. То есть, настолько мастер тупой, что он даже не запоминает, у него даже, более того, у него даже мультиметра нет. То есть, представляете, к вам приходит такой холодильщик, говорит, Бля, у меня мультиметра нету. Бля, я не знаю, как, ну, 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 блядь, ну, это пиздец. Коричневый, блядь, или красный, сука, блядь, на 3 или на 6? Ну, ты реально, блядь, прочитай книжку, блядь, открой схему, распечатай. Схемы сейчас в интернете, все доступно, пожалуйста, бери, блядь. Ты, блядь, 3 или, на 3 или на 6 коричневый, а? А вот на ТЭН провода вот так подцеплять или вот так подцеплять в стиральных машинах? Вот такие мастера ездят, понимаете? То есть, и как только если у вас возникают в голове такие же вопросы, бля, ребят, читайте книжку. Начните читать книжку, не ездите на заявку, пока не прочитайте хотя бы одну книжку. В лучшем случае две. Это прямо будет вообще офигенски. Прочитайте, что такое резисторы, что такое напряжение, что такое сила тока, да? Хотя бы малейшее представление. Сейчас в Ютубе потратите один день своей жизни, посмотрев Ютуб, вот эти познавательные контенты. Они сняты разными мастерами, крутые мастера. Потратьте один день в своей жизни для того, чтобы повысить свою квалификацию. Вы станете зарабатывать гораздо больше. А я надеюсь, вам понравился наш урок. Ставьте пальцы, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить все самые новые интересные видео. Переходите на наш сайт. Всего вам самого хорошего. Пока. Достать через два дня они не воняли тухляком. Доходит до... То же самое. Ну, блин, такие они ненадежные, а? Все эти ваши кривошатунные, шипа латунные, механизмы, это все старье. У нас линейный инвертор. Он в руки насрет вот тем, кто это паял, да? Они прямо пахнут свежестью. Прямо... Чего вы такое говно делаете? 30 тысяч компрессор стоит. Видите, вот эти контакты, они замкнуты. У этих обычные у всех холодильники, а у этих ноу-фрост.